привет друзья иду сажать чеснок но решила зайти издалека посмотрите самое самый хороший цветок устойчивый к морозу оказался львиный зев посмотрите продолжает цвести один-единственный но еще и хризантемки вот там которые в затишье а так все бархатцы все вырвала все повырывала он отчиток смотрите какой красивый все поудаляла все по обрезала здесь еще хвосты надо убрать вот здесь все уже георгинки вырвала свои все удалила среди какая красивая елочка у меня здесь растет какой пушистик я ее буду формировать пушистиком подрастет чуть-чуть потом буду обрезать ее шариком будет красота и вот здесь такая фризантемка посмотрите какая красивая вот она здесь не вымерзла дом за домом тихо тут наверно мороз еще ее не ударил я чуток посмотрите какой красивый вот так вот так друзья идем по кругу идем по кругу так здесь тоже львиный зев под яблонькой посмотрите продолжает цвести я его оставлю на зиму один год когда была не очень холодная зима я его даже почти не укрывала и он у меня перезимовал а в этот раз я попробую закрыть его может бутылками но если будет холодно то закрою если нет то не буду и попробуем чтобы он перезимовал и тогда он будет цвести еще лучше чем в этом году можно будет пересадить отсюда из под яблони куда нибудь на более видно и хорошее место так здесь убрала все свои клумбы все цветы вырезала все навела порядок с одной стороны здесь тоже все убрала хвост и здесь убрала эту клумбочку убрала все обрезала все срезала эту клумбочку все убрала вот тут у меня уже красота листики повыгребала но листики еще падают все никак не уберу свои огоньки все думаю ой сегодня солнышко они еще сегодня вечером красиво погорят ну да действительно еще погорят вот так идем дальше что у нас тут травка чуть-чуть отросла но не критично то есть как раз с козьбой я все угадала в зиму она пойдет нормально не сильно короткая то есть все по идее будет хорошо правда листиков опять нападала но вроде его уже вся осыпалась можно будет уже выгребти ой на все надо время руки не до чего не доходят вчера дайкон уже убрала в этом году у меня не сильно огромный вырос потому что я его посадила поздновато но мне так и больше нравится а громадонские а потом не знаешь как их есть посмотрите сегодня было утром минус 8 но салатик отошел и салатик я все ем-ем-ем и никак не съем и руколу тоже посмотрите рукола не идет в цвет абсолютно то есть она больше любит холодную прохладную походу получается и салаты рукола и короткий световой день любит вот так эта грядка у меня для лука для лука для лучка вот я уже тут сделала рядочки сейчас только заметила что чуть-чуть кривоватые ну тут сама по себе грядка чуть-чуть заужена там чуть-чуть расширена ну ничего страшного так эту грядку я уже докопала ну все идем к чесночку идем к чесночку тут еще надо копать и копать короче работа никак не заканчивается скоро зима начнется работы море как и было так смотрите луночки рядочки потом ямочки засыпала золой хорошенечко 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 так вот моя чудо бутылка которые я делаю которые я делаю луночки я померила вот до расширения вот до сюда где-то 7 сантиметров как раз вот так чик и получается то что надо зола у меня отличная посмотрите какая красивая своя из дров хороших просеянная вот так беру по щепоточки и насыпаю каждую луночку и насыпаю в каждую луночку вот так и все все у меня заполнено золой получается видите какая красота так чесночок для посадки беру самый крупный самый хороший вот я начистила смотрите какой красивенький вот и сейчас буду сажать вот так раз и ничего просто забрасываю лунку и все все говорят что правильно делать так не надо его силой запихивать землю но я вот вспоминаю раньше мы никогда не делали лунки на чеснок рядочек прорисовал и раз раз повтыкивал и тоже рост чеснок а сейчас говорят это плохо это нехорошо надо просто ложить его в лунку и потом засыпать ну ладно раз так лучше значит будем делать так берем наш красивый крупный чесночок и просто туда видите не запихиваем силой а просто почему я подправляю потому что может присыпалась лунка немножко пока я тут ходила то зола то 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 все так вот так раз все потихонечку и туда и вот так видите как красиво получается у нас просто опускаем туда аккуратненько в золу вот крупненький красивенький берем самый и туда если там ямка присыпалась чуть-чуть пальчиком можем подправить вот так буду сажать свой чесночок и потом вот так пройдусь и красота и будет расти он у меня большой и толстый а еще не сказала расстояние между рядочками у меня 20 сантиметров расстояние между зубчиками 10 сантиметров для чеснока это достаточно места и вполне вырастет хорошая красивая крупненькая головочка все друзья буду заниматься посадкой вам желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех делах пишите как вы сажаете чеснок всем пока